Всем привет! Сейчас я расскажу вам про топливную систему главного двигателя, ну и про топливоподготовку вкратце. У нас есть 4 бункерных танка, мы заправляемся топливом в эти танки. Процесс заправки топлива называется бункером. Как-нибудь сделаю видео про неё. Из бункерного танка мы топливо перекачиваемся в сетлинг танк, так называемый отстойный танк. В сетлинг танке топливо подогревается с помощью паровых подогревателей и с помощью сепараторов перекачивается в сервис, так называемый расходной танк. Думаю, понятно. Сепаратор берёт топливо с сетлинг танка, сепарирует его, то есть очищает и перекачивает в расходной танк. Ну всё просто. Также, когда мы делаем обход по машинному отделению, мы проверяем и тренируем отстой из этих танков. С левой части у нас находится миксинг-пайк системы дизель-генераторов, а немного правее главного двигателя. Это топливная система котлов. Это сетлинг танк. Из него эти сепараторы берут топливо, очищают его и перекачивают в сервис танк. Из сервисного танка топливные соплаевские насосы берут топливо и гонят в топливную систему. У нас здесь, кстати, соплаевские насосы одни. Они работают на систему генераторов и главного двигателя. Обычно всё отдельно. Сейчас спустимся. Всё покажу. Это клапан всасывания топлива на соплайн-насосы из расходного танка. Думаю, видно, что это сервис танка. Итак, насосы всасывают топливо по этой трубе. У нас движки и главный двигатель работают и на тяжёлом топливе, и на дизельном топливе. Это клапан тяжёлого топлива, это дизельный. Сейчас мы работаем на дизельном, но я покажу на примере тяжёлого топлива. Итак, топливо идёт, проходит с фильтра губы очистки. Эти насосы всасывают его. Это supply pump номер один и номер два. Они засосали топливо и далее нагнетают миксинг-пайп. Миксинг-пайп, миксинг-танк, миксинг-тюб. Это так и так верно. Кому как удобно, тот так и на другой. Это миксинг-пайп дизельн-генераторов. Это миксинг-пайп главного двигателя. Сюда всасывающие насосы нагнетают топливо. И уже отсюда бустерные насосы. Бустерные насосы номер один или номер два. Берут топливо и гонят по этой линии. Показывают прям как есть. По этой линии на топливные подогреватели главного двигателя. Здесь топливо зашло. Нагрелло. Нагрелло. Здесь выходит. Поступает на вискозиметр. Вискозиметр считывает вязкость топлива. Если вязкость высокая, то он дает сигнал на контрольный блок управления. А блок управления уже дает сигнал на открытие парового клавка. Пар открывается. Вязкость естественно падает. Затем после вискозиметра топлива идет по этой системе. И поступает на топливный автоматический фильтр. Уже после фильтра топливо идет на главный двигатель. Это продолжение той трубы. Топливо подходит к каждому топливному насосу высокого давления. На каждый цилиндр свой индивидуальный насос. Это, кстати, место для взятия пробы топлива на анализ. Термометр. Здесь мы можем посмотреть температуру топлива. Четвертый цилиндр. Пятый и шестой. Это регулирующий вал, который идет от регулятора. И мы чуть позже вернемся, покажу, где он. Он проворачивается с помощью регулятора, который задает подачу топлива. Тем самым он передает усилие на топливную рейку на каждом цилиндре, которая регулирует подачу топлива. И затем по трубкам высокого давления идет на форсунки. У нас две форсунки на каждом цилиндре. И в определенный момент топлива впрыскивается. Форсунки сделаны таким образом, что во время стоянки... Да и вообще у нас же не все топливо сгорает. Во время работы двигателя топливо по этой трубке возвращается обратно-возвратно. Это самая нижняя труба. Это return line. То есть обратка топлива. Она возвращается обратно в миксинг пайп. И таким образом у нас циркулирует топливо по системе. Чтобы эта система не завоздушивалась, не остыла и насосы или форсунки не поймали клинок. Да, кстати, у нас на каждом ТНВД есть дренажные трубки, две трубки протечки. Если у нас появилась какая-нибудь протечка, то у нас об этом известит сигнализацию. Сигнализация протечки топлива. Это бачок с электронным поплавком. Если он наполнится, то сработает сигнализация о том, что есть протечка топлива. Это клапан для перекрытия топлива. После того, как мы забулькировались в топливо, мы отправляем анализы топлива в лабораторию. Затем лаборатория присылает результаты анализа с рекомендацией. Например, при какой температуре топливо нужно блок перекачивать. При какой температуре должно сепарироваться топливо. И при какой вязкости необходимо использовать. Обычно тяжелое топливо используют при 12-13 смт-стоксах. Средняя температура обычно при такой вязкости 120-130 градусов. Это у нас аварийный пост управления. Как-нибудь делаем видео, как запускает двигатель с этого поста. Это у нас электронный регулятор, который проворачивает регулирующий вал, чтобы тот задавал необходимое положение топливной рейки. В зависимости от необходимого нам входа. На этом, думаю, все, что пришло. Вова вам рассказала. Это у нас, кстати, альфа-лубрикаторы. Следующее видео, думаю, будет про систему смазки и подачу цилиндрового масла. Входят слухи, что мы должны, вроде как, поехать из Европы. И если поедем, то сделаю видео, как мы переходим из дизельного топлива на тяжелое. И если снова вернемся в Европу, то, естественно, сделаю видео про переход из тяжелого топлива на дизельный. Хотел на пальцах рассказать, но, думаю, на деле это будет выглядеть получше. Спасибо, что смотрите, что подписываетесь, ставите лайки, цените мой материал, что делаю. Всем спасибо, всем удачи и пока. До новых встреч.